Раньше в этот день отмечали достижения женщин вне зависимости от национальностей, языковых, культурных, социальных различий. Правда, Международный женский день все же имел четкую политическую коннотацию. Но со временем праздник превратился просто в желанный день весны, в который принято поздравлять женщин, дарить подарки, приглашать на свидание. А какие подарки будут дарить мужчины и чего на самом деле хотят женщины, узнала Анастасия Новичкова. В воздухе уже витает весна. И в преддверии Международного женского дня мы решили узнать у тверичанок, что же они хотят получить в подарок от своих мужчин. Что-нибудь приятное. Букет цветов, например. Какой-то значимый подарок для меня от близких, для меня людей. В принципе, любой сюрприз подойдет. Ну, в первую очередь, хорошее настроение. И не отказалась бы, на самом деле, от выхода куда-нибудь в необычное место. Хорошее настроение. Ну, не важно. Главное, внимание, мне кажется. Ну, я бы хотела тюльпаны и духи. Абонемент в бассейн или куда-нибудь. Цветы. Розы желтые. А теперь, когда мы узнали пожелания наших прекрасных дам, спросим у мужчин, чем же они планируют порадовать своих женщин. Цветы. Цветы, конечно, цветы. Ну, что-нибудь еще. Ну, это секрет. Цветы и себя подарю. А я собираюсь снять квартиру и ужин романтический. Ну, цветы и радость. Дарить цветы, любовь и косметику. И что пожелает женщина. Бриллианты, цветы и машину. Я хочу сделать ей сюрприз. Или на трехметровой высоте, на воздушном шаре, сделать ей предложение. Мне уже жанра. Это было бы очень прекрасно. Мы получили самые разные ответы. Но самое главное – это внимание и искреннее желание порадовать любимых женщин. И мы, телерадиокомпания «Тверской проспект», хотим поздравить прекрасную половину человечества с 8 марта. И от всей души пожелать счастья, здоровья и, конечно же, любви. Спасибо. Спасибо.